Среди претендентов на контрактную службу в армии началась конкуренция. Сегодня об этом рассказали в краевом пункте отбора. В 2019-м контрактниками стали больше тысячи молодых людей. Еще столько же не взяли по разным причинам. Кто-то не прошел медкомиссию, кто-то психологические тесты, а кто-то не выполнил нормативы по физподготовке. Не меньше, чем парней служить по контракту хотят и девушке, им тоже приходится пройти жесткий отбор. Но их это не пугает, и в последнее время они приходят в призывной пункт все чаще. Сами военные это связывают с тем, что служба по контракту дает возможность заработать. Рядовым подняли выплаты на 5-10 тысяч. Сейчас они получают от 30 до 50. А после 6 лет службы ребята могут получить квартиру за 3 миллиона рублей. Поэтому многие раз за разом продлевают контракт. В армии началась конкуренция, так сказать, на одну должность. Например, 2-3 человека хотят пойти служить по контракту. И с этой целью и создались пункты отбора на военную службу по контракту, которые не бегают за гражданами и не уговаривают их пойти служить. А проводят агитационные мероприятия. И наряду с этим проводят отбор. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова